Владимира Усенко не стало в августе прошлого года. Тогда боец 92-й механизированной бригады со служивцами поехал на задание под Иловайск. Военные попали в засаду и Вова пропал. Когда мы уходили под Иловайск, за день до этого в расположение роты я зашёл, подними левую руку, я говорю, что ты хочешь? Подними, говорю. Я поднимаю, он взвалил меня на плечи и побежал. Я говорю, что ты делаешь? Если тебя ранят, я тебя вынесу. Владимиру Усенко было 48 лет. Родные рассказывают, он рвался в военкомат ещё в первую волну мобилизации. За плечами было больше 20 лет службы в правоохранительных органах. Но тогда он не подошёл по возрасту. Позже, в августе, всё-таки мобилизовали. И спустя три недели он поехал на своё первое и последнее задание. Не признался, что он едет на Донбасс. Чтобы я не расстраивалась, он сказал, что я еду в Сумскую область рыть вот эти вот ограждения, окопы или как там. И не звони, потому что твой телефонный звонок будет служить наводкой. А нам нежелательно, чтобы знали, где мы находимся. Племянница Ольга провожала дядю в поездку и сразу поняла, куда он едет. Говорит, по-другому Вова не мог. Активный участник автомайданной самообороны спокойно смотреть на происходящее в стране считал преступлением. Вова был, во-первых, для меня учителем и моим воспитателем. И всю свою жизнь я помню от него о том, он всегда сопереживал Украине. Всегда он очень хорошо знал историю, он глубоко изучал на уровне архивных материалов, изучал историю. И он никогда не сомневался в независимости Украины. О судьбе Владимира родные не знали больше полугода. Захоронение по Доловайскому обнаружили в середине октября. Пока прошли все ДНК-экспертизы, тело бойца опознали только весной. И привезли из Запорожского морга. Похоронили военного 15 марта в Харькове. Я все время всматривалась в лица, в пленных. Даже один раз по телевизору нам показалось, что он сидит среди пленных. Ну, это была ошибка. Просто хотелось. Володя Усенко – единственный погибший в роте разведчиков 92-й бригады. И один из самых лучших, говорят сослуживцы. В Харькове у него остался маленький сын. Он был очень ответственный товарищ. Позитивный. Хороший парень был. Очень жалко. Мария Жикова, Дмитрий Герасимов, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».